Меня зовут Макс Ищенко, вы смотрите Profit Show. Сегодня у нас в гостях Владислав Флакс. Добрый день. Привет, Влад. Влад – директор компании Ovox. Это разработчики софта для электронной коммерции. Да, можно так сказать. Находитесь в Днепропетровске. Офис находится в Днепропетровске. Мы сейчас в Киеве. Десять лет занимаетесь этим? Да, верно. Не надоело? В конце прошлого года было десять лет. Не надоело? Нет. Ну смотри, я знаю, вернее, я думаю, я не один такой, который особо не знает про Ovox вообще, но знает там про розетку. И там где-то в розетке внизу в футере, наверное, по-моему, есть значок Ovox. Мы работаем на B2B рынке, поэтому это нормально, что многие могут не просыпаться с мыслью о нас. Этот значок, на самом деле, есть не только на розетке. Ну вот расскажи в двух словах, что вы делаете, там, для кого как. Миссия – это развитие электронной коммерции в Украине. Соответственно, мы разрабатываем интернет-магазины, например, Eldorado, Foxtrot, Comfy, Technopolis – это компании, интернет-магазины, которые мы разработали и поддержим. Мы занимаемся аналитикой для многих других проектов, не только на нашей технологии. Мы организуем крупнейшую конференцию, посвященную именно электронной коммерции. Но это, смотри, это сервисный бизнес, если вы занимаетесь поддержкой, или это все-таки продуктовый бизнес, вы продаете свой продукт, или это какая-то смесь всего? То есть как-то это? У нас простая цель – чтобы наши клиенты зарабатывали больше благодаря интернет-аудитории. Для этого, да, мы используем свой продукт. Мы предполагаем, что любому бизнесу, вообще-то, любой софт не сильно нужен. Обычно им нужен там ROI, возврат инвестиций. Для этого мы еще что-то делаем, помогаем, консультируем, внедряем, делаем аналитику. Вот такая история. И конференция к этому имеет какое отношение? К бизнесу интернет-магазинов? Конференция, которую мы провели в конце прошлого года в шестой раз, это одно из наших направлений и усилий, направленное как раз на развитие рынка электронной коммерции. Потому что область электронной коммерции достаточно новая не только в Украине, но и в мире. Ей там лет 15-20. И в отличие от областей финансов, медицины и всего остального, здесь острый дефицит компетенции. Соответственно, с помощью сбора компетентов, на взгляд, докладчиков из крупнейших интернет-компаний, мы стараемся помочь обмениваться знаниями, опытом. Смотри, у вас клиенты это большие достаточно магазины, да? Немаленькие. Ну, 8 из них обладают оборотом более 100 миллионов долларов в год. 100 миллионов долларов? Это всего или это через интернет? Нет, это общий оборот ритейлеров, которые являются нашими клиентами. Каждого из них. Может, они 5% у них проходят через интернет? В современном ритейле не принято считать доходность интернет-канала, если вы не стопроцентный интернет-ритейлер. Дело в том, что вклад интернета, он не напрямую монетизируется через веб-сайт. Он зачастую влияет на продажи в офлайне. Например, есть отличная статистика Consumer Barometer. Это исследование ТНС, по которому очень наглядно можно увидеть, что большинство тех, кто выбирали товар в онлайне, потом его покупают в офлайне. Я не уверен, что это распространяется на всю аудиторию. Но, тем не менее, для многих ритейлеров запуск интернет-магазина... То есть это как такая витрина, а ты идешь в магазин покупать? Да. А зачем? Первый запрос пользователь делает обычно с телефона, либо с компьютера, когда он захотел что-то купить. Он прочитал отзывы. Consumer Experience очень тяжело получить в офлайн-магазине. Там есть только salesman, он дает рекомендации определенные. Купить, купить, купить. Можно так сказать. И поэтому это международный тренд использовать онлайн-витрину как стимулирование продаж в офлайне. Ну, хорошо. Ладно. Не будем туда углубляться. Смотри, такая тема. У вас жирные клиенты. Ну, да. Большие компании, да? Кого-то конкретно... Ну, то есть, вот ты сказал, 8 компаний, которые там больше 100 миллионов долларов в оборотах, да? Так. Ну, так же всегда не было, да? То есть, ну, у вас же не всегда были такие компании. Да, это правда. То есть, с чего-то вы начинали? Ну, то есть, просто, когда смотришь на успешный проект, да, вот сейчас, да, у вас там куча-куча клиентов, куча продаж и так далее. Ну, вообще непонятно, с чего все начиналось и как бы к этому пришли. То есть, всегда же так не было. То есть, было вначале не так. Расскажи в двух словах. На самом деле, на мой взгляд, здесь многие успешные проекты похожи. Я надеюсь, что мы сейчас с тем, с чем... с чего начинали, это с какой-то верой в то, что часть проблем определенного сегмента рынка мы можем решить лучше, чем другие. В частности, помочь организовать онлайн-продажи. Нам... мы действительно любим электронную коммерцию, она нам нравится. Поэтому, с этого мы начали. Я надеюсь, с этим будем продолжать. Сколько было заказов 10 лет назад вообще в интернете? Ну, на порядке меньше, это правда. Ну, да, то есть, там, 100, может быть, в день. Ну, тут надо быть откровенным. Здесь не на 100% наша заслуга. Многие бизнесы, крупные, международные, включая Facebook, Google, Amazon, Microsoft, это бизнесы, выросшие вместе с рынком. Мы стараемся опережать рост рынка. В чем-то нам это удается, в чем-то удастся. Ну, хорошо, но не темни. Расскажи, как бы, с чего вы... ну, не то, что не темни. Расскажи, с чего вы начинали. То есть, как... Если говорить о первом интернет-магазине, это был простой заказ, простая просьба сделать интернет-магазин. Нет? Это не был скрипт за 100 долларов? Ну, нет, нет, нет. Ну, изначально у нас не было позиционирования, установки скрипта, любви не какой-то работы. Мне откровенно нравится понимать бизнес-потребности конкретного клиента и решать как-то его задачу с помощью технических инструментов. Поэтому 10 лет назад это была какая-то такая задача. То есть, была какая-то днепропетровская компания или киевская? Да, да, это был дистрибьютор мультимедиапродукций. Вы их нашли, да, и предложили сделать магазин? Нет, общий знакомый мне предложил помочь ему разработать интернет-магазин. А ты разработчик или нет? Да, я очень долгое время разрабатывал, и в ядре там какая-то часть кода, которую периодически ругают в почте, она принадлежит мне. То есть, ты пришел на встречу, да? Узнал, что им нужно. Сказал, мы это за неделю сделаем, да? Ну, тогда это звучало я. Я? Да, тогда это звучало я. Сделал? Я тогда еще не умел говорить мой. Конечно. И что потом? Они заплатили там 200 долларов. Окей, нет, это тогда уже была большая сумма, и тогда была задача другая, это надо было организовать какой-то интернет-дел, нужно было добиться продаж, а не только запустить интернет-магазин. И с этого началась какая-то работа. На самом деле, канал ритейла, электронной коммерции, он очевидно во всем мире, не только в Украине, даже в Штатах, растет быстрее классической розницы. Ну, соответственно, здесь интерес бизнеса, здесь деньги, здесь тренды. Поэтому мы и стараемся здесь предложить решение. Ну, слушай, ну, окей. Я все пытаюсь выстроить какую-то логическую цепочку. Как вы стали таким монстром? Максим, ничего нового. Во-первых, я откровенно не считаю нас с монстрами. Обычно они неповоротливые, мне очень не хотелось бы признавать такими нас. Во-вторых, я знаю очень много компаний более успешных, чем мы, на мой взгляд. Я знаю очень много, что нам надо сделать лучше внутри. И откровенно, я не уверен, что мы здесь являемся примером для подражания. Ну, и в-третьих, здесь наш путь абсолютно не уникальный. Делаешь что-то, что тебе нравится, делаешь это хорошо. И по возможности продолжаешь это делать, несмотря на мнение нецелевой аудитории. Но, смотри, говоришь, вы не монстр, да, окей. Ну, а ты назвал там, может быть, крупный, я не эксперт в этом рынке, да, электронной коммерции. Вот там большую часть крупнейших проектов, они у вас уже есть. То есть куда уже дальше расти? Ты сказал, что вы занимаетесь украинским рынком, у вас уже все крупные украинские интернет-проекты. И что дальше? Все? Тут надо заметить следующее. Во-первых, не все. Есть бизнесы, которые не всегда делают правильные решения с первого раза, поэтому не все работают с нами. Во-вторых, не всегда надо расти в ширину, в количестве магазинов. У нас другая бизнес-цель. В нашей компании бизнес-цель – это доля заказов в деньгах, которая делается на магазинах наших клиентов. Соответственно, область наших усилий – это помочь нашим клиентам зарабатывать больше. Ну и в-третьих, мир не ограничится Украиной. Окей, мир не ограничится Украиной. Я вот сразу вспомнил, была такая поисковая система, мета, помнишь, наша? Да. Харьковская. Не совсем была наша, но… Ну, вроде бы как. Потом пришел Яндекс, всех съел. То же самое, там, Гугл пришел, там, съел еще кучу сервисов. Вот. То же самое вы, да? То есть вы сделали какой-то там, какой-то там софтик для электронных магазинчиков. А потом пришел Озон, или там, я не знаю, кто там пришел, и вас всех съел. Вопрос в чем? В чем вопрос? Почему этого не случится? То есть, ну, в смысле, если ты работаешь на, ну, как я это понимаю, да, может быть, не совсем. То есть, если рынок небольшой, у тебя как бы ограниченное количество ресурсов и на разработку, и на там, ну, на создание продукта, да, грубо говоря. Соответственно, тут, если кто-то приходит с большего рынка, у него уже было больше времени, там, на разработку, больше сил, больше денег, там, на маркетинг, и так далее, он просто, как бы, вас, ну, раздавит. Окей. Первое. Я не могу сказать, что такого никогда не произойдет. Мы это увидим со временем. Я могу сказать, что мы делаем для того, чтобы оставаться успешными. Что вы делаете? Во-первых, если посмотреть на успешные интернет-проекты на постсоветском пространстве, то на многих рынках, в том числе в России, лидирует отечественный продукт, не зарубежный. Есть большая специфика в электронной коммерции и вообще в интернет, да, начиная от отсутствия качественного аутсорсинга логистики, заканчивая оплатой наличными кешинг-деливери. Соответственно, продукты западные не приспособлены для решения задач отечественных литереров. Если говорить про российский бизнес, то специализированных онлайн-платформ интерпрайз уровня, ну, давайте так, назовем это немного, да. Здесь мы видим, чем наша платформа лучше. Ну, хорошо, если ваша платформа лучше, почему вы не внедряете ее на крупнейших ритейлерах российских, да? Это вопрос приоритетов и это вопрос времени. В России, так же, как и в Украине по отношению к Западу, есть своя специфика, есть свои игроки, есть своя зрелость рынка. Мы не публичная компания, мы не работаем на IPO, мы не гонимся за конкретными показателями. В конце концов, мы не хотим жертвовать тем удовольствием, которое получаем от работы здесь и сейчас. Возможно, это вопрос времени. Ну, хорошо, а чем вы тогда руководствуетесь? Какая стратегия? Ну, Максим, тут ничего нового. Первое, есть бизнес-цели у компаний, да, которые обычно разделяют сотрудники, учредители. Есть какие-то ее ценности. Но есть банальное удовольствие, тебе это нравится делать или не нравится это делать. То есть рынок России немножко другой. Да, у нас сейчас есть клиенты и в России. Да, у нас на нашей технологии сейчас запускаются проекты и в России. Ну, я верю, что всему свое время. Хорошо, давай сменим топик, спустимся на землю с этих стратегий и так далее. Популярная тема на доу, например, это обсуждают идти работать в продуктовой компании или в аутсорсинге. И обычно можно, ну, то есть одна из популярных точек зрения, это в продуктовых компаниях хватит мало. Ну, в украинской это вообще какой-то трэш, да. То есть ужасные условия труда, низкие зарплаты. У нас относишь к продуктовой компании? Ну, по идее, да, судя из-за того, что происходит. То есть предыдущая реплика относилась к нам? Я рассказываю то, что пишут люди на доу. Я не уверен, что они вообще знают про Овакс. Сколько у вас там разработчиков? Достаточно. Меньше, чем в Люксофте или там циклами, которые на слуху, да? А аутсорсинг — это классно, там большие зарплаты, чистый офис и так далее. Ну, может быть, не такие интересные проекты, да. Так, а у продуктовых, значит, грязный офис, да, и низкие зарплаты. Типа того, да, типа того. Ну, и вот, мол, такой типа выбор. Или идешь на большую зарплату в аутсорсинг и занимаешься скучными проектами, или более интересные проекты, но жертвуешь своей зарплатой. И, кстати, от компании я тоже часто слышу, ну, может, не от вашей, да, от тебя я не слышу, но о том, что у них хантят людей, там, пришел Люксоф, например, в Невропетровск, там, захантил, там, десяток хороших разработчиков. Пришел еще кто-то, еще там кого-то отобрал. У вас, ну, у вас много разработчиков, да, вот, расскажи. Достаточно. Как нашим разработчикам, как это выглядит с твоей точки зрения? Ты что описал? Я не работаю в других софтверных компаниях. Я не могу сравнивать с тем, как это построено у них. Я могу сказать, что у нас есть определенная специфика. Основным нашим направлением и точкой приложения любви является все-таки электронная коммерция. Это значит, что мы стараемся строить свою работу с теми, кто разделяет наши ценности, кому также интересна электронная коммерция. Это накладывает определенные ограничения не столько на компетенции, сколько на склад ума и область интересов тех, с кем мы стараемся работать. Лично я верю, что наиболее важно то, насколько человек готов быстро обучаться, нежели на то, что он знает сейчас. Соответственно, здесь, ну, не совсем очевидная задача, кого брать на работу. По-разному. Для нас студент это не есть какое-то клеймо. Очень, очень многие сильные ребята, которые сейчас не являются студентами, работают у нас, приходили студентами. Это правда. Я начинал делать первый магазин, когда я был студентом. В этом ничего плохого нет. Но зарплата у вас согласись ниже, там, полтора раза. По сравнению с какими? Ну, по сравнению с Днепропетровскими зарплатами. Я не получал зарплаты в других компаниях, поэтому я не могу объективно сравнить. Более того, у всех есть какая-то область ценностей, интересов, задач. К сожалению, у нас не рабоводельческий строй. К сожалению, да. Да. И поэтому у нас почти демократия. Каждый решает, там, для себя отвечает на эти вопросы. Все, что я могу сказать, к истерней со своей стороны, я надеюсь, это может подтвердить каждый, кто работает со мной. Мы максимально честны. Мы открыто говорим о том, что мы делаем. Ну, наверное, здесь не сильно выделяемся. Кому-то это нравится. Кто-то готов это делать вместе с нами. Кто-то выбирает другой путь. Среди вот тех альтернатив, о которых ты сказал, там, грязный офис и низкая зарплата в продуктовой компании, да, и скучные проекты, и чистый офис в аутсорсинговой компании. Правильно? Понял вопрос. Я бы, наверное, выбрал запуск своего проекта. Ни одна из этих альтернатив мне бы не понравилась. Ну, окей, ну ты же предприниматель. Ты же и запустил ОВАКС. Да каждый человек, по сути, предприниматель. Он инвестирует свое время и что-то получает. Ну, кто-то в свою компанию, кто-то в семью, кто-то там в рабочее время. Ну, это вопрос вложил-получил. Он есть в каждом из нас. У кого-то он получается лучше, у кого-то хуже. А если я хочу сразу получить и не вкладываться? Это так муторно, тратить время, деньги. Ну, Максим, я не могу тебе лишить этого желания. Наверное, оно есть в каждом из нас, и кому-то даже удается. Мы не знаем, как это сделать быстро и с достаточной долей успеха. Есть у меня вопрос про Украину. Ну, такой не очень приятный. Для Украины или для нас? Я не знаю. Для всех. Ну, окей, для меня. Ну, вот просто, я не знаю, в топик, стоит ли сюда вообще лезть. Но все-таки интересно твое мнение. Вот, эти наезды то на новую почту, то на розетку, то еще какие-то проблемы, они вам как-то мешают? Или как бы на что это влияет, там, с точки зрения, когда там планируешь, там, жизнь свою или... Это составляющие той экосистемы, в которой мы работаем. Просто у меня, например, такой опыт есть. Знаю успешных предпринимателей. Приглашаю сюда на программу. Они мне говорят, ты знаешь, Макс, классная программа, но я просто не хочу рассказывать, как у нас все классно, потому что не хочу каких-то проблем. Типа, что мы сейчас придем, расскажем. Если надо, я могу рассказать, как все плохо. На самом деле, там, те особенности отечественного бизнеса, которые ты упомянул, они в той или иной степени присутствуют в любой стране. Где-то эти риски выражены в законодательном регулировании, где-то там в конкурентной обстановке, где-то в непрозрачной политике государства. Каждый для себя решает, с какими ему рисками удобнее работать, какие он на себя берет, от каких он отказывается и переезжает. Свобода выборов. Хорошо. Слушай, давай поговорим о том, в чем ты, что ты любишь, в чем ты разбираешься, про электронную коммерцию. Я в этом не сильно разбираюсь, мы сейчас какие-то общие темы обсуждаем. Окей. Ни о чем. Давай. Давай, смотри. Вопрос такой простой, да? Есть, ну, есть, с точки зрения бизнеса, есть готовые проекты, ну, вот площадки а-ля Amazon, да, marketplace. Есть там самописные системы, есть какой-то там средний, а-ля Prom.ua, который, ну, такой себе marketplace, но не совсем. Ну, ты чего? Вполне себе marketplace. Так. Ну, вот вы, вот то, что вы делаете или сделали, вот оно где находится? Вы же сами не торгуете, правильно? И marketplace своего нет. Если ты спрашиваешь про наш программный продукт, Oax Engine, правильно? На котором мы разрабатываем и запускаем интернет-магазин. Да. У него простая задача сделать, достичь максимальной прибыли для интернет-магазина, который его использует. Это значит, что мы не marketplace, мы не привлекаем трафик и мы даже не занимаемся продвижением. У нас простая цель – достичь максимума посещаемости при максимуме конверсии и максимуме среднего чека. Ну, хорошо. Когда к тебе приходит потенциальный клиент, да, ну, это ты ему говоришь, понятно, да, но это как бы общее слово. Обычно я больше спрашиваю. Да? А что ты спрашиваешь? Ну, давай представим, что ты потенциальный клиент, да, и вряд ли ты, там, видишь меня смыслом в своей жизни или тебе нужен, там, Oax Engine. Скорее всего, у тебя есть какие-то бизнес-задачи. Ну, я айфоны продаю, пятые. Хорошо. Ты продаешь пятые айфоны в Украине? Ну, конечно. Разработчикам. То есть, наверное, ты их возишь не совсем белыми способами, правильно? И у тебя есть высокая конкуренция на рынке, так ты продаешь не уникальный там. Да. Окей, и скорее всего, у тебя есть какая-то бизнес-цель – зарабатывать какую-то сумму в месяц, да? Что мы делаем? Мы вместе считаем, какой объем аудитории, по какой стоимости привлеченного клиента ты планируешь привлечь. С каких каналов? Контекст, поисковая реклама, социальная сеть. Прогнозируем средний чек, за счет чего он будет достигнут. Может быть, ты аксессуары будешь продавать, продавать сервисные услуги. Прогнозируем конверсию, что будет с контентом, что будет с юзабилитой. И считаем, что у тебя получается на выходе. Когда мы посчитали твои деньги, которые ты можешь заработать, мы посчитали, сколько тебе нужно будет вложить, чтобы их окупить. Дальше ты для себя отвечаешь на вопрос. Отвечает ли твоим бизнес-приоритетам инвестиция определенного уровня на определенное время? Для тебя это прозрачный выбор. Согласен, не согласен. Подходит, не подходит. То есть, по сути, стоимость внедрения у нее нет, да? У вашей системы. Она зависит от меня, от моего бизнеса. Конечно. Тебе вряд ли интересна стоимость внедрения. Тебе интересно, сколько ты заработаешь. То есть, не бывает дорогих систем. Вы можете посчитать, да? То есть, чтобы продать один айфон, мне нужно привлечь столько-то посетителей на сайт. И это будет стоить столько-то долларов. Если говорить про айфоны, это сделать сравнительно несложно. Если ты будешь продавать, например, вино или FMCG, это будет сделать сложнее. Почему? Ну, во-первых, потому что эти товары реже ищут. И спрогнозировать область запросов, сформированный интерес, будет на порядок сложнее. То есть, если это более уникальная вещь, то, наверное, там какая-нибудь мебель из итальянского дуба какого-нибудь. Ну, смотри, это все вопросы, скажем так, бизнес-тематики. Я не знаю, насколько они интересны вашей аудитории. И на них точно лучше ответят несколько экспертов этого рынка, нежели мы сможем обсудить за 10 или 15 минут. Ну, смотри, я пришел к тебе. Мы с тобой посчитали мои деньги, сколько мне нужно проинвестировать, да? Так. Посчитали. Окей, все это я выяснил, узнал, что еще на внедрение вашей системы потребуется, не знаю, 10 тысяч условных денег. Вот, я только говорю спасибо, иду там куда-нибудь, покупаю за 500 долларов или за 1000 долларов в скрипт. Так. И у меня, в принципе, все то же самое. Правильно? Клиенты, которые пошли таким путем, возвращаются к нам самыми благодарными и подготовленными клиентами. Почему? Ну, потому что человеку свойственно выбирать. Если ты ему предложишь самую хорошую вещь, но не предложишь плохую альтернативу, и он в нее не поверит, ему будет сложно выбрать то хорошее, что ты ему предлагаешь. Большинство наших клиентов приходили к нам, когда у них уже был бизнес, они знали проблемы, технологии, на которые они работают, и они понимали ценность тех уникальных вещей, которые предлагали им мы. Клиент с твоим запросом, да, ну, скорее всего, является недостаточно подготовленным за большой долей риска. С выживаемостью, с точки зрения риска, да? Знаешь, что некоторые САС решения страдают от того, что время жизни их клиентов, оно измеряется месяцами. Это одна из причин, почему САС очень тяжело в Украине. В смысле? В том плане, что не успевают заработать для... Да, вообще СМБ составляет достаточно незначительную часть ВВП Украины, поэтому, в отличие от Евросоюза и Штатов, с САСом очень тяжело. Причем тут вообще САС? Я говорю о решениях, которые не требуют вложения капитальных инвестиций и позволяют использовать технологии как сервис, когда ты платишь какую-то обонплату. Это отдельный класс продуктов, такие решения есть в Украине, в России и в мире. Есть определенная сложность с развитием таких платформ на отечественном рынке, связанная с более коротким по сравнению с западными рынками периодом жизни клиентов этих сервисов. Я предлагаю на этом закончить. Окей. Спасибо за полчаса вашего времени. Да, сегодня у нас в гостях был Владислав Флакс, компания Ovox Украина, Днепропетровск. Меня зовут Макс Ищенко, вы смотрели Profit Show. Смотрите наши выпуски на YouTube, подписывайтесь на наш канал. И в следующую среду у нас в гостях Дмитрий Корчинский, директор Академии ШАК. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»